У каждого народа есть свои национальные ценности, символы гордости и славы. К их числу относятся и памятники Великой Отечественной войны, яркое свидетельство любви и уважения соотечественников, героям минувших сражений. Сохранять и оберегать их поддерживает должный порядок на территориях, к ним прилегающим обязанность каждого человека. Мы не Иваны, не помнящие, которые забывают о своей истории, ведь человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Сегодня на Координационном совете были рассмотрены вопросы санитарного состояния, объектов историко-культурного наследия. Это особенно важно, конечно же, в летний период, когда растительность больно распускается, когда есть возможность нашим несознательным гражданам на фоне этих объектов исторических проводить свой отдых, соответственно, оставляя после себя определенные горы мусора. Есть здесь определенные проблемы, были подняты, скажем так, фотографический материал, как будто мы отсматривали, и подняты, скажем так, проблемные моменты, на которые необходимо заострить. Конечно же, хотелось бы обратиться и гражданам нашей страны, нашей области к более уважительному отношению к историко-культурным ценностям. Все-таки эти ценности создавались нашими предками, и вкладывались и душа, и физический труд. Поэтому, я думаю, что где-то и за собой мусор убрать, и лишний раз не посещать такие объекты без надобности. В целом, памятные места в Брестской области сегодня достаточно благоустроены и ухожены, но встречаются и случаи полной безответственности и халатного отношения людей к культурным ценностям. Таких фактов не должно быть. На это акцентировал внимание глава региона Константин Сумар на заседании Координационного совета. Внимание вопиющим фактам халатного отношения уделяют и органы прокуратуры. Именно на предотвращение порчи и уничтожения мемориалов направлено их внимание. Как информировал на заседании Совета председатель Кобринского райисполкома Александр Зазуля, в планах и районных властей полное восстановление памятников, расположенных на территории региона. Этому способствует и проводимый в области на постоянной основе санитарный мониторинг, стартовавший в 2013 году. В конце 2013 года накированы документы в Министерстве культуры на помник Суворову, вратскую могилу в сквере имя Пуганово, вмене категории каштонности помников в гонор-перомоге в 1813 году в городе Кобрине на улице Ленина с третьего на другого. С другого боку, комиссия по инвентаризации и влучшению стану историко-культурных каштонностей проведена инвентаризацией. В 2013 и в первом погоде 2014 года организованы мониторинг 1114 объектов. В бегучем году ген проводился двойцы, усаковику-красовику и червени-липени. Большаясь объектов, историко-культурной испадчины и прилягающих до их территории, потребуется в належном стане, а в чем свечи, шматлики и фотостримки, у тем лико показанные высшей территории помников в Жабинговском районе. В связи с выявлением на 64 объектах по рушению санопитослужбой в области у адрес керовников субъекта восподарения выдано 50 рекомендаций, 47 из яких выконаны у отповедности с усталеванными у их терминами. У метах ухиления и профилактики по рушению по выниках мониторинга накировано 43 информации органов УЛАДы, 91 у адрес затекавленных ведомств, 23 у сродки массовой информации. После совещания организаторами Координационного совета была предложена экскурсия на пограничный остров Брестской крепости. Посещение объектов историко-культурного наследия – свидетельство того, насколько уважительно относятся белорусы к истории, насколько ценят и чтут своих героев. Проходит время, но память живет в сердцах людей. Именно памятники Великой Отечественной войны – безмолвное напоминание об истории нашего края. Именно они символизируют боль утраты отцов, дедов и прадедов. Охрана мемориальных объектов – яркий пример патриотизма нашего общества, показатель его культуры.